всем привет мои дорогие мы приехали в воронеж по делам приехали но сейчас после того как все решим все сделаем поедем в торговый центр хочу посмотреть там сегодня различные для творчества думаю зайду наверное в леонардо не знаю что там еще какой магазин есть посмотрю в общем-то мне много всего нужно купить для своего мыло варенье также мне еще есть одна задумка насчет другого творчества ну пока не знаю удастся осуществить здесь в воронеже купить все что нужно или же придется заказывать пока не будет вам раскрывать всех секретов чем еще собралась заниматься но скажу так это связано с мыло вареньем также будет в общем то ребята мы уже в торговом центре у нас здесь они у меня стоите на кафе отставочки Вот, сейчас мы, Женя пошел что-то закатывать, сейчас мы попозже и поедем по магазинам. Все, зачем приехали уже, сделано. Надо попробовать вкусный риет. Приятного. Иду у Леонардо, Женя с Дианой остались кушать, а я сейчас уйду. Ради прикола Диане показала, я говорю, хочешь себе. Прямо как помешать, она потяжелее. Она и правда захотела. А что, за 2 тысячи рублей? Да, там скидка просто, видите, 1799. Да, по-моему, так она. Вот. Опа. Да. Пошла падла, оказывается. Так, я, в общем-то, ничего не купила в Леонардо, кроме шпажек. Потом, наверное, в Ашану еще схожу, а пока вот по вещам с Дианой погуляю. Мне, в принципе, ничего не нужно. Не пригнулась? Не пригнулась? Ааа. Я тут боди примеряю. Вот это мне не подошло. Хотя я и хотела взять оно по скидке. Сейчас в Зарине, кстати. А вот это, наверное, я возьму. Но мне не нравится. Большой вырез, мне кажется. Все понимаю, я домой пора. Да нет еще. Что брать, не брать? Да бери уже пошли. Я же не знаю. Под джинсики можно запустить. Да и так. Да я возьму в понедельник. Не ушел. Нет. Поэтому нет. Ребят, мы уже дома. Я вам себя показать. Хотя бы в зеркале. Сейчас вам покажу, что я забрала с Валберис. Ну и также покажу, что купила там для творчества. И не только в Воронеже. Ну что, смотрим. Забрала с Валберис. В основном для кухни я заказывала вот такие подушки. Сейчас я их открою, покажу. Вот коробочка еще вам открывать. Вот. И это откроем. Это бумага. Ну все, пора. Вначале вот это открываем. Ну чтобы не шуршать, я пакет убрала. Вот они подушки. Ну мне нравятся. Очень даже, мне кажется, на кухню прямо не подойдет. Я их брала не на табурет. Я их хочу на спинку. У меня спинка уже обдирается. И вот мне не хотелось бы, чтобы дальше было совсем прямо критично. Я решила, что вот с завязочками подушечку возьму. Ну в общем, я не знаю, как это будет смотреться. Попробую сделаю и вам покажу тоже. Так, давайте дальше смотреть, что мне пришло. Для кухни также открываю вот этот пакетик. Максимально стараюсь не шуршать. А вот это как раз таки чехол на табурет. Два чехла на два табурета. У меня всего два табурета. Так что идем смотреть. Сейчас прикинем, как это будет смотреться. А затем уже дальше вот эти две коробочки откроем. Я думаю, что вам они будут менее интересны, чем вот это. В общем, смотрите, вот так это выглядит. Здесь не обращайте внимания, картофель вымыла. Вот такие вот бархатные чехлы. И здесь вот так подушки я привязала. Получается, здесь у меня не за что завязывать низ. И я оставила так. Ну, смотрится вот так. Просто здесь вот там вот у меня облезает. И чтобы вот это вот спрятать, я решила сделать вот так. Не знаю, может быть, еще даже одна подушка сюда понужна. Что-то я как-то даже не знаю. Или так оставить. Как-то даже не знаю, везде лампы, лампы. Ну, так мне, кстати, нравится, как смотрится, но не знаю. И вот эти цветочки не подходят под стол. Хотя он у меня тоже побитый, но тут я ничего не сделаю. В общем-то вот так. Ну, и сейчас покажу вам, что мне еще пришло. Открываю вот этот пакетик. Ну, а здесь я закрываю набор бумаги тишины. Разные цвета. Как раз-таки у меня для оформления букетов. Вот такой наборчик. Кстати, я думаю, тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я думаю, 20. Почему-то думал? Здесь получается 10. Или они повторяются, наверное, листы. Просто там по два листа, да. Да, они по два листа здесь получаются. Правильно, два цвета повторяются. Так, ну и вот эту коробочку открываем теперь. А тут большой набор молдов. Розы с листьями. Набор такой ощутимо дорогой, я вам скажу. Но розы здесь должны получиться классные. Читала, смотрела, отзывы. Там, кстати, их не так много. Но утром молочка нравилась. Получается здесь три розы и две пары листьев к розочкам. Так бессмысленно показывает. Уже когда зальют цветы, тогда в заливке будет понятно. В общем-то, вы поняли, что здесь. Ну и резиночки к ним шли. Хотя резиночек у меня сама много. Сейчас также вам покажу, что я еще купила в Ашане. Где я еще была в Леонардо. В общем-то, в Воронеж. Фокус потерялся. Вот это, кстати, не показала. Это тоже заказала на Валберис. Забыла. Это тоже пришло с Валберис. Это крафтовая бумага. Крафт бумага, правильно так называется? Упаковочная. Здесь, получается, 10 метров. Вот я второй раз заказываю. И цена, где-то ее, такая ощутимая, где-то 300 рублей, по-моему. Но зато здесь 10 метров. И, как бы, она такая хорошая бумага. Мне нравится. И купила я в Воронеже бумагу. Вот такую упаковочную. Здесь, по-моему, я даже не знаю, сколько здесь упаковочек написано. Но здесь еще очень мало. Вот здесь, наверное, написано. Вот сейчас посмотрим. Это идентичный вариант. Упаковочная бумага Крафт. Здесь 100 на 70 сантиметров. То есть здесь прям мало. Вот такой вариант. Такой вариант взяла. Так же взяла. Вот такой вариант. Ну, знаете, для разнообразия тоже делать охранление. Вот такой вариант взяла. И пленку взяла еще. Вот. Сколько здесь пленки. Я еще тоже тоже не знаю. 70 сантиметров на 5 метров. Ну, довольно-таки много. Потому что, я думаю, хватит надолго. А там посмотрим. Я взяла вот такую формочку. Это вот в Леонардо я как раз таки взяла. Я вообще хотела взять другое пирожное. Но я не нашла. Поэтому будем заливать такое. Больше никакие формочки мне там не понравились. Я решила, что буду, наверное, заказывать, выбирать. Взяла вот такие цветочки. Буду дополнять букеты вставочками. Отделю. В общем-то, вот 4 штуки получается. Это вот такие цветочки. Водорастворимая бумага. Для мыла делать шточное мыло. Я выбрала такие цветы. Ну, весенний такой вариант. Мне кажется, будет хорошо смотреться. Основа мыльная. Нужна прям супер прозрачная для таких цветов. Ее тоже, скорее всего, буду заказывать. Потому что у меня просто прозрачная сейчас. А вот супер прозрачная закончилась. И набрала шпажки. Шпажки взяла в Леонардо. Вот три пачки. Но потом я увидела в Ашане шпажки. И они оказались намного дешевле. Теперь я буду брать, наверное, в Ашане. Потому что там бюджетнее. И там вот как раз таки они короче. Я их постоянно отрезаю. Они нужны, чтобы они были. Но длины даже меньше вот этой мне нужно. Тут, конечно, все равно, наверное, придется подрезать. Но, возможно, не все. Вот. И сейчас вам покажу, что еще из продукта взяли. Ну, там немного взяли, кстати. Достаем, смотрим. Вот такие трубочки. Будем фаршировать. И гнезда. Тоже будем делать с фаршем, наверное. Ну, посмотрим. Придумаем вкусные варианты. Будут в рецептике. Сливки взяла. Так. Здесь сок. Пелька. И также здесь еще баночка с кумброй. Так. А вот это я взяла не есть. Мне нужна лапша. Я хочу сделать один рецептик. Интересный рецептик на сковороде. В общем, мне понравилось. Я его увидела. Хочу повторить, попробовать. Не знаю. Ну, прям выглядело очень аппетитно. Там посмотрим. Все, мои дорогие. Это все, что я купила. Все, что хотела вам показать. Вот так у нас сегодня прошел день. Я снимала очень мало. Потому что весь день как-то были заняты. И весь день, в общем-то, в суете. С вами я сейчас прощаюсь. Здесь все буду убирать. Увидимся уже в следующем видео, которое будет буквально завтра. Всем пока-пока.